Она знает, как добиться своей цели. Секрет успеха – это самооценки, я считаю. В моём словаре нет слова «невозможно». Она всегда движется только вперёд. Сложнее всего действовать, остальное всё зависит от упорства. Она знает, какова сила веры в себя. Победа – это ещё не всё. Всё это постоянное желание побеждать. Нужно улыбаться, радоваться жизни. Всем здравствуйте, меня зовут Титора Азимова. Я художник-график-живописец. Работаю в этой сфере уже 5 лет. В данный момент я учусь в Пеньково. Туда я поступила в 2019 году. На тот момент я рисовала, училась рисовать в мастерской одного художника. И так получилось, что она вышла в декрет. Я не знала, чем я буду заниматься – ждать её или не буду рисовать больше. И тут появилось такое предложение поступить туда. Мне казалось, что я не сумею почему-то. Мне говорили, что поступать туда очень сложно. Но я всё равно, мы поехали с мамой туда, сдали картины. И я прошла экзамены. Там было 3 экзамена по рисунку, по живописи. По композиции я до сих пор, помню, я там нарисовала. У нас была тема сказки. Я нарисовала русалочку, нарисовала пастелью фон, море, волны, всё как надо. И русалочку с корабликом я дополнила гуашью. Была очень такая красивая картина, я даже не хотела отдавать её. Прошли экзамены, потом вышел результат. Мы должны были приехать в здание, в Беньково, узнать бал. Я очень волновалась. Мы ехали на такси, я прям молилась, чтобы хотя бы 40 баллов было. Монументальная живопись у меня, факультет. И там был лист. Я начала смотреть снизу, потому что мне казалось, что я получила самый низкий балл. Хотя на экзамене были все художники моего уровня абсолютно. И я смотрю, я там первая стою. Я получила 91 балл. Я просто плакала от счастья, просто безумно. Я была так рада, это было просто самое крутое событие в моей жизни абсолютно. Не ожидала, я даже посмотрела, кто сколько получил. Самый высокий балл в Беньково в том году. Был 94, потом 92, и мой 91. Я третье место получила. Потом началась учёба. Я попала в мастерскую Игоря Николаевича. Очень крутого, очень классного, доброго учителя. Я с ним постоянно разговариваю на разные темы, обсуждаем материалы, обсуждаем вот эти вот бренды, Невскую палитру, современное искусство, вот это всё. Учёба в Бенькове очень интересная. Там интересная программа. Мы делаем всякие интересные вещи. Там аппликации с граффито. Именно на моём факультете монументальной живописи. Также есть общеобразовательные пары. У нас идут пары. Они длятся 70 минут. Почти как в колледже. И большая перемена, которая длится 40 минут. Это вообще супер. Я просто безумно благодарна учителям своей школы. Они все очень дружелюбные и добрые. Субтитры создавал DimaTorzok Когда вы начали увлекаться рисованием? Это произошло, когда мне было 12 лет. Моя мама отвезла меня в художественную студию Ситоры Брежневой. Я стала её ученицей. Она меня учила разным техникам. Объясняла, как рисовать разными материалами. А затем, благодаря ей, благодаря этому моему учителю, я поступила в художественный колледж имени Бинькова. А что вы чувствуете, когда рисуете? Когда я рисую, я очень расслабляюсь. Мне очень нравится этот процесс. Рисование снимает стресс, напряжение и другие негативные чувства. Есть такое мнение, что художники мало зарабатывают. Я считаю, что в Узбекистане в этой сфере можно хорошо зарабатывать путём продажи картин. Можно обучать детей, открыть свою студию, делать мастер-классы для взрослых, для детей. Это очень прибыльно. Также их можно продавать на онлайн-сайтах для художников. Можно вести блог в Инстаграме, делать всякие рубрики, интересные для художников. Вначале мне было сложно изучать разные техники, потому что я была прям новичком. Я не знала, как работать акварелью, гуашью, но я всему научилась. Сейчас я работаю всеми возможными материалами, и мне это очень хорошо отдаётся. Ситора, приносит ли вашей работе какой-то заработок? Я раньше принимала заказы, от них я получала деньги. Но сейчас я продаю картины, обучаю детей и таким образом монетизирую на своём творчестве. Вы говорите, что уже пять лет работаете в этой сфере. Быть художником Узбекистана имеет свои плюсы и, конечно же, минусы. Вы можете их назвать? У нас в Узбекистане не очень хорошо ценится искусство, как в Европе. В Европе, допустим, картины продают за несколько сотен долларов, а у нас такого, к сожалению, нет. Картины готовы у нас взять за 100-150 тысяч, это очень мало, учитывая то, что у нас большой опыт работы в этой сфере. Мы столько лет учились, и к тому же материал очень дорого стоит. Некоторые люди этого не понимают и готовы дать мизерную цену за картины. И это очень печально. Но плюсы нашей страны. У нас очень красивая архитектура, старинная такая, с узорами. Её можно красиво передать на холсте. Молодым талантам в Узбекистане открываются широкие перспективы. Можно ли это утверждать также и в сфере изобразительного искусства? Что нужно молодому художнику для успешного творчества? Для молодых художников нашего Узбекистана не хватает потенциала рвения, самоотдачи. Потому что, ну, бывают, к примеру, случаи, когда, допустим, один человек, ну, мальчик, допустим, он с детства любит рисовать, он хотел бы стать хорошим, великим художником. Но из-за жизненных и семейных обстоятельств ему пришлось оставить это дело. И он просто решил, что не судьба ему быть художником и оставил это дело. Так как в Узбекистане ещё считают, что художники — это не профессия. Нужно заниматься более серьёзным делом. Я думаю, это неправильно. Если ты хочешь заниматься этим делом, то тебе стоит это делать. Тебе нужно просто больше тренироваться, практиковаться, и у тебя всё получится. Ты сможешь стать хорошим, великим художником. Если найдёшь свой стиль, своё направление, то у тебя всё получится, я в этом уверена. Просто не нужно сдаваться, нужно отдавать всё — своё время, свои силы. И потратить, чтобы в дальнейшем это всё дал нам результаты. Иногда у меня бывают такие моменты, когда я прям очень сильно рада, что я выбрала эту сферу, эту профессию. Я благодарна родителям своим, что они позволили мне. Я благодарна себе, что я сумела. Я сейчас могу рисовать всё, что захочу. Картины в разных сложностях, с разными материалами. Я просто рада. Я безумно рада, что я художник. Было ли когда-нибудь такое событие, которое изменило вашу жизнь? Да, у меня было такое событие. Это момент, когда я открыла Инстаграм и начала его активно вести. Вести творческий блог. Я там выставляю процесс создания картины, своей работы, делюсь опытом, делаю обзоры на бумаги, на материалы. Делаю всякие интересные рубрики, которые нравятся моим подписчикам. Когда я начала вести Инстаграм, я поняла, что моё творчество интересует не только моих друзей и родных, но и других людей, моих подписчиков. Они меня всесторонне поддерживают, они меня любят, я их люблю. Это очень здорово, когда есть обратная связь, когда я делюсь чем-то, а они обсуждают это со мной, советуются. Я поняла, что мне нужно дальше двигаться, мне дальше нужно вести Инстаграм, ещё больше делать для своих подписчиков, чтобы их количество стало больше. Также я очень хочу стать амбассадором каких-то брендов, с ними сотрудничать, поэтому нужно вести Инстаграм, это вот обязательно. Также через Инстаграм могут заказывать картины, покупать их, поэтому Инстаграм это очень крутая платформа, я считаю. Исходя из этого, я поняла, что если человек будет двигаться, самореализоваться, то он добьётся всего, чего он захочет. Как вы думаете, Ситора, какие направления в изобразительном искусстве Узбекистана развиваются наиболее интенсивно? На данный момент очень популярна техника резин-арт, флюид-арт и другие современные техники. Я думаю, в будущем в Узбекистане будет очень популярна акварельная техника, пастельная техника, пастельная живопись. Я хочу, чтобы об акварельной живописи знали, как можно больше людей, художников, чтобы акварелистов в Узбекистане стало больше. Вам всего 16 лет. И тем не менее, у вас наверняка бывают стрессовые ситуации. Как вам удаётся из них выходить? Так, в искусстве это вообще называется арт-блог. Я в нём была несколько раз. Однажды вообще это затянулось на 8 месяцев. Я ничего не чувствовала, никакого вдохновения рисовать. И было какое-то вот странное чувство. Но я вышла из этого, из депрессии. И дальше начала рисовать. А вы любите читать? Да, я читаю книги. Если да, то какие книги предпочитаете? Электронные или печатные? И почему? Я люблю живые книги, распечатанные книги, потому что мне неудобно читать электронные. Глаза очень сильно быстро устают. И мне нравится держать в руке книгу. Я читаю психологические книги. Изучаю иногда психологию. И я советую художникам, вообще молодёжи, читать о психологии. Она очень интересная. Я советую прочитать книгу Джона Кэха «Подсознание может всё». Также книгу Михаила Лобковского «Хочу и буду». Она тоже о психологии. Этот специалист очень хороший. Я смотрела много тренингов с ним. Мне он очень нравится. Как вы думаете, Ситора, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать художником? Для того, чтобы человеку стать художником, нужно запастись большим терпением, потому что нужно учиться столько лет, постоянно учиться, каждый день рисовать. Нужно время и терпение. Представьте, если бы в жизни существовало всего два цвета, какого цвета была бы жизнь? Мир у меня ассоциируется с белым и жёлтым цветом, потому что я очень люблю жёлтый цвет. Этот цвет психологии, цвет оптимизма. А белый цвет означает мир. Поэтому я считаю, что белый и жёлтый – цвета мира, жизни. На что вы обращаете внимание, когда подбираете цвета? Когда я пишу картины, уделяю большого внимания колориту картины. Если он тёплый, хороший, то я продолжаю работать. Если колорит мне не нравится, то смысла нет дальше рисовать такой сюжет. Или же можно самому изменить цвета, цветовую гамму картины. Как вы считаете, для того, чтобы стать художником, какие знания нужны человеку? Я считаю, что художникам нужно владеть хорошо литературу. Именно юным художникам, потому что когда читаешь много, то появляется фантазия. Для юных художников важно хорошо изучать литературу. Когда много читаешь, то чтение улучшает фантазию. Непосредственно ты начинаешь писать хорошие сюжеты, интересные, включаешь фантазию. Художники могут получить вдохновение абсолютно везде, в любом месте. Они вдохновляются шелестом листьев на ветру, зеленью травы и журчащим ручейком. А что значит личный бренд в живописи? Да, нужно развиваться, я считаю, и онлайн, и офлайн, чтобы стать знаменитым, чтобы о тебе знали, чтобы стать художником Узбекистана. Онлайн можно развиваться, ввести свою страничку в соцсетях, в Телеграме, Инстаграме, в Ютубе. А офлайн – это проводить мастер-классы, открыть свою красивую студию, проводить мастер-классы с людьми в разных техниках, в разных жанрах. Также ввести, проводить курсы с детками, со взрослыми, учить их рисовать, тоже вот это даёт большое удовольствие. Также о вас будут знать хоть кто-то. Мы сейчас видели ваших учеников. Что они рисуют в этом возрасте? Вот, например, какие образы их интересует больше? Мои ученики любят рисовать гуашью, и они любят рисовать абсолютно всё. Рисуют и на свободные темы, и мультики, и всякие вот натюрморты, пейзажи, интересные сюжеты. Как вы считаете, чего может достичь человек к 30 годам? Я считаю, что до 30 лет человек должен быть финансово независимым, иметь свой заработок, профессию, любимое дело, заниматься всегда только любимым делом. То, что тебе хочется, то, что хочется твоей душе. Они нужны, нужны деньги, и я буду работать не по тому направлению, которому хочу. Вот так вот это неправильно, я это не одобраю. Ситора, как вы считаете, выбирают ли деньги человека? Нет. Я считаю, что это зависит от мышления человека. Если он хочет зарабатывать на своём любимом деле, то он будет много зарабатывать. Нужно просто иметь потенциал, нужно двигаться постоянно, работать над собой. И тогда всё абсолютно получится. И человек может стать финансово независимым от родителей или вообще от других людей. Выше вы упомянули о том, что многое зависит от образа мышления человека. У вас тоже есть негативные установки. Нужно повторять аффирмации. Это небольшие фразочки, которые помогают улучшить самооценку. И будущее, я считаю, они реально помогают. Нужно постоянно визуализировать свои мысли. Они все мысли материальны. Нужно просто верить в них и верить в себя. Вы пользуетесь аффирмацией? Да. Значит, она вам помогает. Как человек может изменить своё мышление? Я своё мышление изменила, смотря тренинги психологов всяких. Прочитала несколько книг о психологии. И они реально помогают. Нужно вот тоже над этим поработать, чтобы поднять самооценку и достигать своей цели. Как вы думаете, какую роль в становлении личности человека играет самооценка? Секрет успеха – это самооценка, я считаю. Если у человека высокая самооценка, если он любит себя, любит свою работу, то у него абсолютно всё получится. Произведения каких художников вас вдохновляют и почему? Я сама натюрмортист, и я очень люблю следить за художниками, которые занимаются натюрмортами. Мне очень нравится творчество Марии Мишкарёвой и Елизаветы Залегиной. Они профессионалы своего дела. Они работают акварелью, как я люблю. В технике реализм у них потрясающая просто работа, и я очень восхищаюсь ими. Я считаю, что женщины должны учиться, как и мужчины. Я считаю, что они должны быть все люди на этой планете быть равноправными. И женщинам нужно учиться. Если им хочется этого, то, конечно, пусть учатся, развиваются тоже. Титора, вам всего 16. И тем не менее, есть ли у вас сожаления о том, что вы успели или не успели сделать? В этом возрасте я считаю, что добилась многого. Особенно в этом году. Я начала заниматься с детками, учить их рисовать. Начала участвовать на выставках, сниматься. Появилась на экранах. Отчего я не добилась, это я думаю, что я очень хочу сейчас именно сотрудничать со всякими брендами, компаниями, которые производят художественные материалы. То есть у них брать товар, продукцию их, и в своем инстаграме делать на них подробный обзор. Этого я очень хочу. Но пока еще ничего не известно. Очень жаль, конечно, но думаю, что в скором времени я буду сотрудничать с очень популярными брендами. Я думаю, что человек не рождается успешным, нужно добиваться успеха в жизни, нужно постоянно работать над собой. Если у него есть желание, стремление к лучшему, то он должен все делать, отдавать все ради того, чтобы стать тем человеком, которым он хочет. Свое время, свои силы. Знакомы ли вам чувства тоски по родине, по дому? Я очень люблю Узбекистан, люблю свою родину. За его узбекский народ. Он очень гостеприимный, дружелюбный, чистоплотный. У нас очень красивая архитектура. Мне нравятся также наши национальные вещи, одежда, обувь, ковры, парки. Есть ли что-то в нашем обществе, что вызывает у вас отрицательные эмоции? На данный момент социуму нашего Узбекистана не хватает улыбки. Почему-то все стали серьезными. Нужно улыбаться, радоваться жизни. Нужно улыбаться, радоваться жизни.